Всем привет! И сегодня вторая часть рождественских ужасов, которая называется «Рождественская ночь. Шампанское». Если ты не видел первую часть, то переходи по ссылочке в описании. Предыстория. Контакт Эми добавила вас в общий чат. Всем привет! Мы так давно с вами не виделись, ребят! Я тут подумала, а что если нам собраться сегодня в 23.00 в баре на Центральной улице? Давайте весело проведем эту рождественскую ночь, как раньше. Тряхнем стариной. Выбор за вами, идти или нет. Выпивка за мной. Привет, Эм. Сразу не смог тебе ответить. Все еще в силе? В вечеринке быть? Вроде. Что случилось? Да с Женей что-то. Кажется, она хочет слиться, какие-то истории напридумывала. Тебе ничего не писала? После того, как мы расстались, мы вообще перестали общаться. В лучшем случае, раз в месяц вспомним, что учимся в одной группе и на этом все. Понятно. Чем занимаешься? Я у себя снизу, чиню тачку в гараже. Если получится, то могу подбросить всех до бара. Но обратно точно не обещаю. У меня на сегодня большие планы. Пора тебе завязывать с алкашкой, Гейл. Это уже превращается в опасную зависимость. Ерунда. Гейл выползает из-под машины, встает на ноги и направляется к водительскому месту. Сейчас посмотрим на мои труды. Попробую завести. Кого? Тебя, конечно. Эми, ты вообще не читаешь то, что я пишу? Машину! А, точно. Я просто немного занята. Несколько раз Гейл поворачивает ключ, но машина сразу же глохнет. Черт. Нафига отчим подарил мне это давнище? Я так ни разу не смог на этом прокатиться. Резкий сигнал. Двери машины блокируются. Что за... Гейл дергает ручку. Закрыто. Эми, Эм, срань господня. Я где-то снаружи оставил брелок. Брелок, который отвечает за сигнализацию. Ничего не предвещало беды, но машина как-то заблокировалась. Как это вообще могло произойти? Может, кто-то из родственников нечаянно нажал? Дома-то нет никого, Эм. Я в этом уверен. Ёбаная санина, эта машина проклятая. Я плохо переношу замкнутое пространство. Да, я помню. Никого снаружи не вижу. Чудеса! Я, короче, выхожу отсюда. Как? Окно к черту разобью. Мне вот честно уже все равно на эту тачку. Я просто хочу выйти и больше никогда сюда не садиться. Гейл сжимает руку в кулак и начинает бить по стекле. Как же больно! Несколько ударов и прыгается прямо от ручки на декану еще. Выснув руку, Гейл нащупывает ручку на двери и резко дергает. Дверь открывается. Святые угодники! Вся рука в крови! Ой, я, кажется, еще и вену задел осколком. Начинает кровавым фонтаном пол заливать. Это не смешно! Тебе нужно как можно быстрее остановить кровь! Да знаю я! Самое главное, что не вижу нигде брелка от машины. Уже во все углы гаража посмотрел. Все посмотрел! У меня так тоже часто бывает. Не вижу то, что перед носом лежит. Твоя правда. Уже поднимаюсь на кухню, там должна быть аптечка. И вроде в холодильнике лежал спирт. Нужно продезинфицировать тирану и заодно снять стресс от пережитого. Блин, уже все обои в прихожей забрызгали своей кровью. О нет! Передумал? Кажется, мать пришла. Как ты узнал? Когда я поднялся, почувствовала, что в прихожей холодно. Оказалось, что входная дверь открыта. Она такая рассеянная в последнее время. После этой пластической операции на лице. Я ведь рассказывал тебе об этом, Эм. Да, да, я помню. Кажется, об этом уже все в городе знают. Даже в газетах писали. Не хочу вдаваться в подробности, но из-за осложнений во время операции ей до сих пор не могут снять швы. Она немного стесняется, поэтому продолжает носить повязку на лице. Оу, все так плохо? А вот и она. Гейл заходит на кухню. Женщина стоит к нему спиной возле плиты. Привет, Ма. Женщина медленно поворачивается и машет рукой Гейлу в знак приветствия. Затем указывает пальцем на руку Гейла, которая продолжает активно кровоточить. Да, да, сейчас перебинтую. Что сказал врач? Она разводит руками в стороны и опускает взгляд вниз. Гейл достает бинты из аптечки и начинает промакивать ими руку. Тебе, наверное, все еще больно разговаривать. Давай тогда позже обсудим. Показав палец вверх, мать снова отворачивается к плите. Гейл садится за стол. Он продолжает обматывать руку бинтами, уткнувшись в телефон. Мне кажется, она кого-то ждет. Я заметил, что она телефон из рук не выпускает. Интересно, кого на этот раз? Если честно, я уже устал от ее часто меняющихся дружков. Можно все что угодно сейчас напридумывать. Ты ведь сам знаешь. Скорее всего, она до сих пор не может отойти от стресса после операции. Как и ты, между прочим. О, я понял твой намек. Надо выпить еще, потому что я боюсь прийти на вечеринку трезвым. Вдруг Дженни все-таки будет. Хотя, вряд ли, конечно. Хах. Это еще почему? Ты что-то знаешь? Эээ, ну ты так сама мне написала, типа, что Дженни сливается. А, ты про это. Только, блин, мама же тут. Попробуй ей тоже предложить. Это страсть у вас семейная. И мне кажется, что она тебе ничего не скажет. Плохая шутка. Гейл кладет телефон на стол и, прокашлившись, начинает говорить. Ма, я иду сегодня на вечеринку. Я тебя предупреждал. Написал сообщение, пока ты на приеме была. Но ночью меня не будет. Я хотел спросить, можно я возьму немного алкоголя с собой? Вино, шампанское, виски, все что угодно подойдет. Женщина поворачивается на Гейла и быстро отводит взгляд вниз. Я бы был не против и сейчас немного выпить. Волнуюсь перед встречей. Может, вместе, как тогда, перед моим выпускным, помнишь? Мать одобрительно кивает головой и идет к холодильнику. Твой план сработал, Эм. Спасибо. Открыв холодильник, женщина начинает быстро разглядывать все полки в поисках крепких напитков. Нет там. Весь алкоголь у нас хранится под окном. Женщина резко хлопает дверцей и идет к окну. Достает бутылку вина и два бокала. Гейл в это время отвлекается на телефон. Представляешь, Эм, она разозлилась на меня за то, что сама забыла, где у нас хранится алкоголь. Мать резко ставит бокал на стол. От напора он чуть не раскалывается. Гейл подскакивает на стуле и затем переводит взгляд на женщину, которая уже возвращается на свое место возле плиты. Он поднимает бокал и сразу делает несколько глотков. А что это за шампанка? Шампанская у него странный вкус. Раз, два, три. Не бойтесь. Гейл падает со стула на пол. Эм, ты тут? Ответь, Эм. Я в каком-то дерьме. О, Гейл. Ты так резко пропал. Что случилось? Я привязан к стулу веревкой. Очень крепко. Мне трудно дышать. И я, похоже, вообще не у себя дома. Какой там, мать его, подвал. Через час уже будет 23.00. Вы там с Джинни специально договорились придумать самую глупую причину, чтобы не идти навстречу. Браво, ребята. Нет, я такой шляпой вообще бы заниматься не стал. Я не понимаю, что здесь происходит. Это какой-то сюрприз? Мать решила так пошутить надо мной? Что за херня? Кейл замечает, как к нему медленно приближается женский силуэт. Эй, эй, что ты хочешь от меня? Не подходи. Внезапно свет падает ей на лицо. Оно перебинтовано. Мама? Нет, у тебя глаза другого цвета. Обосраться изо всех дыр, ты не моя мать. Кто ты такая? Она подходит совсем близко и хватает Кейла за челюсть. Отпусти. Сука. Кейл начинает раскачиваться на стуле и вертеть головой стороны в сторону. Что-то блеснуло в ее руках. Тут же женщина заносит руку над головой и резко вонзает в бедро Кейла. Ааа, сука, это нож! Убрала от меня руки! Она вытаскивает нож. Из бедра хлещет кровь. Она сжимает челюсть вновь, пытаясь открыть Кейлу рот. Хватает второй рукой на столе рядом бутылку шампанского и начинает активно его трясти. Кейл сидит в оцепенении. От всего увиденного он теряет дар речи. Женщина наводит горлышко с пробкой в рот Кейла. Кейл пытается что-то сказать, но уже слишком поздно. Пробка влетает прямо в рот. И буквально через секунду вылетает с другой стороны. Она пробивает череп насквозь. Шампанское льется из головы Кейла вместе с кровью. На его лице застывает ужас. С Рождеством! Если вы хотите следующую рождественскую историю, точнее ее следующую часть, то обязательно ставьте лайк и пишите в комменты, нравится вам эта история или нет. А с вами была я, Джейн Фокс, и не пейте даже детское шампанское. Всем пока-пока!